Я читаю пятую главу из первой книги царств. И взяли они догона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот догон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова догонова и обе руки его, отсеченные каждая особа, на пороге. Осталось только туловище догона. Посему жрицы догоновы и все приходящие в капище догона в Азот не наступают на порог догонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для догона Бога нашего. И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева. И сказали, пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне и говорили, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес.